Малый бизнес заработает в онлайн-режиме с 1 июля. Сейчас предприниматели активно занимаются переоборудованием и настройкой онлайн-передачи данных в налоговую. По оценкам экспертов, процедуру регистрации по новому закону в России прошли 350 тысяч КАС. В частности, в Томской области подготовили только 4,5 тысячи. Какие расходы несет бизнес и можно ли сэкономить, расскажем далее. У меня ультразвук платный, просто я рядом живу. У нас платные услуги оказываются, пока не оказываются временно, потому что у нас кассовый аппарат на замене находится. Пользователям платных услуг в 4-й поликлинике придется временно сменить учреждение на неделю. Так заблаговременно больница решила подготовиться к новому федеральному закону. Заменить оборудование они обязаны до 1 июля 2018-го. На следующий даже не знаю. Пациентам предлагают обратиться в другие медучреждения и не факт, что это будет рядом с домом. Впрочем, неудобства можно было избежать. Даже если старые кассы на замене, есть бланки строгой отчетности. С ними и работает предприниматель Анна Айкина. В ее салоне кассы нет вообще, но поставить аппарат все же придется. Что для ее небольшого салона красоты обойдется в приличную сумму. По стоимости дело затратное на самом деле. И многие мои коллеги, с кем мы созваниваемся, это где-то в районе 50 тысяч. Нам все должно обойтись. Модернизация старого кассового аппарата обойдется дешевле. От 5 до 10 тысяч рублей. При этом вы приобретете кассовое программное обеспечение от 7 тысяч рублей. Оплатите услуги оператора от 3 тысяч за первый год работы и в последующий до 12 тысяч. Интернет-связь обойдется от 5 тысяч в год. Итого, по подсчетам экспертов, минимум 20 тысяч рублей, если технику можно модернизировать. Вместе с тем эксперты уверяют, ждать продления сроков бесполезно. Очень однозначно было сказано, что никаких переносов в даты не будет. Мы примем лучшие меры так, чтобы не пострадали те люди, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Но переносов не будет. Но подвезти могут поставщики кассовых аппаратов. Свой бизнес в сфере бухгалтерских услуг Анагелетия открывает этим летом. И новая касса первое, что купила девушка. Но пока оборудование в Томск не привезли. Фискальные накопители сейчас в огромном дефиците. Их производит какой-то маленький где-то завод. И то есть, понятное дело, что по России они сейчас в большой востребованности. И с ними сейчас тяжело. То есть договор на поставку мы заключаем. А когда он придет, пока неизвестно. Если поставить кассу в срок успеют не везде, налоговики обещают идти на уступки. Но только в том случае, если проблема в дефиците оборудования. Налоговые органы будут подходить при обнаружении нарушения законодательства очень избирательно. Соответственно, если пользователь контрольно-кассовой техники принял все необходимые и зависящие от него меры, заключил с поставщиком контрольно-кассовой техники, либо с производителем контрольно-кассовой техники договор на поставку, либо у него имеются документы, подтверждающие оплату данной контрольно-кассовой техники, административные санкции к пользователям ККТ применяться не будут. В регионе сегодня на новый порядок приведены около 400 с половиной тысяч кассовых аппаратов. И большая часть из этого новая техника. Правда, в переоборудовании нуждаются еще столько же. А если считать в общероссийском масштабе, то с 1 июля этого года должны заработать более 1 миллиона онлайн-касс. Через год около двух. Алина Штарк, Никита Лобиков, Владислав Кочетов. Новости здесь, Томск.